На прошлой неделе телеканалы Плохотнюка растиражировали так называемое расследование Арината Усатом. В этом фантастическом боевике, снятом на деньги черного банкира Германа Горбунцова, много бреда. Но тот, на который в ходе вчерашней пресс-конференции обратила внимание Венера Гаспарян, переводит жанр данного кино в чисто комедийную плоскость. Несколько дней штатные комментаторы провластных каналов мусолят информацию из фильма, в котором говорится, что 4 года назад Виталий Прока повез в Москву Давида Давитяна для знакомства с Ринатом Усатым, а впоследствии этот Давитян стал посредником между Усатым и Прокой. Они даже запросили на таможне данные о выезде, но предпочли не заметить одну детальку. Это не тот Давид Давитян, который сын Венеры, а Давид Давитян, 2010 года рождения, сын Виталия Проки, трехлетний ребенок. Виталий Проки, трехлетний ребенок, который создавал директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова, спецслужбы или прокуратура департамента, таможенного департамента, где написано «Черно-по-белому, дави-давите!» 17 января, 13 года, да, Прока Виталий приехал, забрал Давида Давитяна. Вы показываете так, и как бегущий в строках проходит, информация доходит до людей. А вы там не смотрели, какого года рождения, это Давид Давитян. Давид Давитян, 2010 года. Сын Виталия Прока, двухлетнего ребенка, сына он приехал, забрал. Таможенный департамент, который отдал весь список материала, который Прока за 13-м году, куда поехал, куда, с каких стран, и с кем? Сын! Авторы фильма злонамеренно, а не случайно, выдали ребенка за взрослого мужчину. Ведь на тех картинках, которые они сами представили, видно, что речь идет о человеке 2010 года рождения. За кого принимают зрители и пропагандисты Плохотнюка, нагло вешая им лапшу на уши, решать самим зрителям. Отметим лишь, что вскрывшийся факт свидетельствует о качестве всего так называемого документального кино. Видно, что это ребенок. То есть создатели этого фильма умышленно. Здесь не может быть сомнения о том, что они случайно это сделали. Потому что создается фильм, пишется текст, дается диктору, диктор это читает, они это анализируют. В информации предоставленной указано, что Давид Давитян 2010 года рождения. Комментатор говорит о том, что это Давид сын Венери Гаспирян. С какой целью это делается? Люди пытаются искусственно создать связь между Давидом Давитян и Ренатом Усатовым. Ребенку два с чем-то года, он в этом возрасте убегает в Россию и его используют в качестве курьера. Ну что за бред? Тогда, если в этом очевидном моменте лжи, которая видна явно, и это невозможно оспорить просто, тогда как можно верить другим моментам, которые поставлены в этом фильме? О том, что клеветнический фильм появится, было известно еще в июне, когда Ренат Усатый обнародовал данные переписки двух помощников Горбунцова. Оппозиционер представил расследование Молдова, территория беззакония. В нем сотни документальных фактов о сращивании правящей в Молдове Демпартии, а также прокуроров, руководства МВД, СИП, Центра по борьбе с коррупцией, Национального бюро Интерпола с преступной группировкой черного банкира Германа Горбунцова. Представленные тогда документы, копии переписки подтвердили ранее выдвигаемые обвинения об осуществлении заказного правосудия в Молдове и полной подчиненности прокуроров и судей правящей верхушки и преступному сообществу. Общественности также были представлены факты подкупа высшего руководства прокуратуры СИБА, а также руководства Национального бюро Интерпола, которое передавало конфиденциальные документы Интерпола преступника. Тогда же Усатый опубликовал и переписку группы черного банкира Германа Горбунцова, в которой четко говорилось о поставленной Плохотнюком задачи по производству фильма с дальнейшим его показом на основных медиаресурсах Плохотнюка. Из переписки следует, что прокуроры ждут появления фильма в сентябре для того, чтобы возбудить еще несколько дел против Усатого, которому по замыслу организаторов после этого фильма будет не до политики. Описанный группировкой Горбунцова план выглядит следующим образом. Фильм «Новые дела», «Заочный арест», «Интерпол», «Уса» никогда в Молдове не появится, а его партию под шумок проредят и вообще прикроют. Герман Горбунцов, признавший тогда, что его активы украл Плохотнюк, согласился пойти на эту сделку с Плохотнюком. «Мне нужны обещанные активы и возможности входа в Молдову», обозначил свой интерес Горбунцов в обмен на помощь в создании фильма «Клеветы на Усатого». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова